Добрый день! На 40-й день после Пасхи, в этом году, это 10 июня, православные христиане будут праздновать Вознесение Господня, один из главных церковных праздников. Это событие довольно подробно описано у апостолов. Что же тогда произошло? Суть праздника заключается в том, что Господь после того, как неоднократно являлся апостолом, беседовал с ними и засвидетельствовал свое воскресение, а потом на их глазах вознесся на небо, на иконе это изображается обычно, вот стоят апостолы и видят возносящегося креста с воскресшим телом и остаются уже без него до его второго пришествия. Это такое очень важное событие, и важное, и радостное. Хотя, казалось бы, почему, да? Вот только что их учитель, смертью смерть поправ, вновь находится вместе с ними, учит, вот уже практически состоялось торжество воскрешения из мертвых, и сейчас, да, вот если так по-человечески рассуждать, казалось бы, иди проповедуй, и будет реакция гораздо более сильная, чем во время входа Господня в Иерусалим. Однако Господь оставляет апостолов, почему? Для того, чтобы послать им Духа Утешителя, которого Он обещал им послать еще в своих беседах, даже еще перед крестными страданиями. Если я не иду, то Отец не пришлет Духа Утешителя. Этот Святой Дух Утешитель, он, собственно говоря, созидает из апостолов, из учеников, сначала испугавшихся, разбежавшихся, потом все-таки уверившихся в истинности воскресения, созидает Церковь Христову, ту Церковь, членами которой мы с вами являемся. Часто Пятидесятницу, праздник, который будет через 10 дней после Вознесения, называют Днем Рождения Церкви. Но вот начало, все-таки, рождения, самый первый момент – это Вознесение Спасителя на небеса. И для каждого христианина это еще некое такое торжество, поскольку удостоверение того, что Господь с воскресшим телом вознесся на небо – это удостоверение и нашего дальнейшего пребывания с Богом после всеобщего воскресения из мертвых. – Владыка, а что происходило с Иисусом Христом после воскресения и до Вознесения? – После воскресения Господь несколько раз являлся своим ученикам, наставлял их, удостоверяя их в своем воскресении, являлся в воскресшем, преображенном уже теле, которое проходило сквозь стены, дверям затворенным, как это по-славянски сказано, и научал их, вот истинно, Царствие Божие продолжал их учить до того времени, как он, наконец, покинул их мир до своего второго на сервис уже страшного пришествия. – Получается, что Господь после Вознесения оставил землю и людей. Так ли это? – Нет. Вознеслася Ииси во славе Христе Божия наш, радость, сотворивый учеником, обетованием Святаго Духа, извещенным им бывшим благословением, як это Ииси Христос, избавитель мира. Как раз вот пришествие Духа Утешителя – это и не просто не оставление людей и мира, это как раз вхождение Бога уже в самую гущу человеческого общества и человеческой истории. Вот после этого, после сошествия Святого Духа на апостолов, мы все становимся членами тела Христова. Не просто церкви, как организации, как некого такого сообщества людей, одного из многих сообществ, но именно как тела Христова. – Спасибо, Владыка. – Пожалуйста. – До свидания. – До свидания, уважаемые зрители. Спасовознесенский кафедральный собор города Ульяновска был возрожден уже в 21 столетии. Его можно назвать архитектурной жемчужиной. Расположенный на улице Минаева, храм просматривается с разных точек города. Взгляд невольно останавливается на нем. Своими золотыми главками и голубыми стенами он будто устремляется к небу. Буквально за несколько лет собор превратился в религиозно-духовный центр, куда потянулись православные верующие с всей Ульяновской области. Идея воссоздания Спасовознесенского собора, она долго обсуждалась в Симбирской ефархии, наверное, сразу после восстановления самой церкви в городе Ульяновске, после прекращения гонений в 1988 году. Инициатором этого воссоздания были епископ Ульяновский и Меликенский тогда, епископ Прокол и протодиакон Алексей Скала, впоследствии протеерей и первый настоятель этого прихода. История Спасовознесенского собора уходит своими корнями не в одно столетие истории нашего города. Впервые об этом храме стало известно в XVII веке. В 1729 году, когда город входил своим церковным подчинением в Казанскую епархию, по распоряжению казанского митрополита Маркела, на месте деревянной церкви в Симбирске был выстроен каменный храм, ставший в 1844 году соборным. Но на тот момент собор находился на пересечении улиц Большой Саратовской и Московской, ныне Гончарова и Ленина. Среди его прихожан был блаженный Андрей Симбирский. Возрождение собора прототипа прежнего началось в начале 1990-х годов под руководством протодиакона Алексия Скалы. По его призыву уже на новом месте, потому что старое место Вознесенского собора было занято, и никто не мог уже расчистить здание на этой улице, носящее имя Ленина. Оно поэтому было перенесено на улицу Минаева. И решением мэра города Сергея Ермакова в октябре месяце 1993 года начато строительство вновь воссоздаваемого храма. Проект нового варианта собора по вдохновению идеям и призывам инициатора этого строительства Алексия Скалы был создан архитекторами Александром Ильяйлой Варюхинами уже к 1994 году. Отец Алексий хотел, чтобы новый собор был построен в стиле старых симбирских церквей и предложил взять за образец прежний Спасовознесенский собор. В качестве прототипа также послужил Никола Богоевленский морской собор Санкт-Петербурга. В день праздника Вознесения Господня 9 июня 1994 года состоялось освещение места под собор и был установлен закладной камень. В следующих годах был вырыт котлован будущего собора, забитый сваем, но из-за тяжелой экономической ситуации в стране строительство было приостановлено. Забор простоял 10 лет. Долгое время на месте храма находился только котлован с торчащими из него сваями. Для того, чтобы строительство все-таки продолжалось, отец Алексей принял решение построить рядом здесь же другой малый храм. Это храм всех святых. Для того, чтобы молитвы, которые совершаются на этом месте, и прихожане, которые сюда приходят своей духовной жизнью, оживляли это строительство и давали ему новый импульс движения. Маленький деревянный храм строили всем миром. Профессиональных строителей не было. Большую помощь оказалось имбирское казачество. И в 95-м году отец Алексей встречу с нами, с казаками, предложил нам начать строительство всехсвятского храма. Это был первый этап стройки здесь, на симбирской земле. Еще не было ни каких здесь, в соборе, ни зданий, ничего. Был только колышки, забор, и мы переносили деревья, и их не испиливали, не выкапывали. Здесь был парк. В 98-м году, к сожалению, вся эта стройка маленько затормозилась, когда получился деполт. Хотя храм всехсвятский, он уже за 9 месяцев, мы его построили и проходила в нем служба. Тем временем в Ульяновске произошло еще одно важное событие. Обнаружены и обретены мощи блаженного Андрея, Христа ради Юродивого. Михаил Паснов был одним из главных участников этого события. В 98-м году, 3-го июня, было обретение этих мощей. Это при скоплении где-то около 7-8 тысяч, я имею в виду, самих ульяновцев. Плюс были с других областей 3 архиереи были ближайшие. Ну, ныне покойный владыка Прокл и еще ряд архиерей. Ну, мне вот довелось, я считаю, что это большая честь, именно поднять вот эти гроб, останки, вернее, мощи сами блаженного Андрея наверх, где священство приняло их и перенесены они были в тогда еще всехсвятский храм. Строительство собора возобновилось в 2006 году. Возглавивший на тот момент Ульяновскую область губернатор Сергей Морозов твердо сказал, что собор будет достроен. Нашлись и меценаты, и основной спонсор. С особой благодарностью принимались средства от простых людей, приносивших деньги не от избытка, а от понимания значимости затеянного великого дела. Понятно, что строительство храмов – это дело очень дорогое. Государство почти не финансировало это строительство, и владыка Прокол и протеерей Алексей обращались к самым разным меценатам и к народу с просьбой о сборе средств на строительство храма. Бабушке отдавали копейки со своих пенсий, и кто-то из богатых и успешных людей нашего города жертвовал значительные суммы. По слухам, даже римский папа Иоанн Павел II отозвался на просьбу отца Алексея и прислал какую-то сумму. И это был единственный случай в истории, когда римский папа пожертвовал что-то на строительство православного храма. Храм венчает колокольней высотой в 50 метров. В 2009 году ее украсили 10 колоколов. Они были отлиты на одном из заводов города Каменск-Уральский на деньги одного из предпринимателей Димитровграда. Самый весомый из колоколов – более 6 тонн. Строительство велось силами местных специалистов. Отец Алексий сам во все вникал и строго следил за ходом работ. К сожалению, он не дожил до долгожданного дня, когда собор распахнул двери для молящихся. В 2012 году протеерей Алексий Скала скончался на 51-м году жизни. В 2014 году симбирскую епархию возглавил митрополит Феофан. Он приложил много усилий к завершению строительства собора. К тому времени были уже возведены стены. Необходимо было закончить внутреннее убранство и подготовить собор к богослужению. Первую божественную литургию в кафедральном соборе митрополит симбирский новоспасский Феофан совершил 10 декабря 2014 года в день памяти блаженного Андрея симбирского чудотворца. Год за годом, уже можно сказать, десятилетия за десятилетием стараниями многих людей и строителей, и меценатов, таких как Михаил Урясов, Алексей Батраков, Александр Буцериев и многих-многих других, стены собора постепенно поднялись. Он стал самым большим церковным зданием нашего города. Его ширина около 30 метров по фронту, а длина вместе с алтарной частью более 40 метров. 21 мая 2015 года в праздник Вознесения Господня Святейший Патриарх Московский Евсея Руси Кирилл совершил чин великого освящения Спаса Вознесенского кафедрального собора и божественную литургию в новоосвященном храме. Также в левый предел собора были перенесены мощи небесного покровителя нашего города Блаженного Андрея Симбирского. Многие специально приезжают из других городов для того, чтобы помолиться у мощей Блаженного Андрея и спросить себя небесной помощи, и всегда ее получают. Сегодня Спасовознесенский кафедральный собор – главная святыня нашего города. Это наш памятник веры. Именно он напоминает нам, что наш народ силен своей верой и способен совершать духовные подвиги ради светлого будущего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин